Я Александр Иванов, основатель платформы Waves. Это открытая блокчейн-платформа. Десятая в мире сейчас по капитализации. Из капитализации больше 500 миллионов долларов. Мы развиваем открытый блокчейн. Считаем это очень важным. Там сейчас вся энергия находится, наверное, на технологии. Соответственно, я считаю, что блокчейн дал новую жизнь криптографии. Сейчас есть область исследований. Очень глубокая, интересная, очень как бы sophisticated она. И она прямо применима к реальной жизни. Там есть бюджеты, есть очень интересные темы для исследований. И прямо я считаю, что это некая новая жизнь для криптографии сейчас. Потому что достаточно наука, которая была некой вещью себе, она выходит в мир и может применяться в системах, которые вот работают здесь и сейчас. После меня Александр Чапурной более подробно расскажет. Позвольте мне сделать такой немножко более маркетинговый доклад. С чем он связан? Мы развиваем, хотим привлекать экспертизу в России, потому что находится в России, мы российский проект. Хотим привлекать криптографов в область блокчейн-исследований. Для этого мы создали блокчейн-институт, создаем в процессе создания. Есть определенные задачи, есть определенный грантовый фонд. Соответственно, сейчас он порядка 100 тысяч долларов, может быть увеличен. Есть очень интересные задачи. И я бы хотел немножко сделать такой обзор, что сейчас происходит в блокчейне. Очень краткий, потому что после меня будет выступать Александр Чапурной и он более все расскажет более детально. Что сейчас происходит с блокчейн-технологиями в реальном мире. Надо понимать, что капитализация криптовалют достигла 100 миллиардов долларов. Это уже серьезный достаточно рынок. Это уже капитализация некоторых крупных криптовалют превосходит капитализацию твиттера, например, или в ВТБ. То есть это уже серьезно. Но эти все технологии работают более-менее без каких-то гарантий, на самом деле. Это как proof of concept замечательно работает. Это можно сравнить с паровым двигателем, на котором была сделана промышленная революция. Но потом пришел двигатель внутреннего сгорания и все, потому что паровой двигатель был неэффективен, КПД был очень низкий. Но тем не менее, на нем произошла промышленная революция. То же самое мы сейчас наблюдаем. Есть технология, которая в принципе не очень эффективна, но у нее потенциал, как бы disruptive потенциал такой, что она все-таки все меняет. Но ее нужно развивать и нужно как бы двигаться вперед. Что мы сейчас имеем с опытом с открытым блокчейном? В принципе, главное, что блокчейн дает, это возможность записывать данные в распределенный реестр. И хотелось бы, конечно, чтобы они были некие гарантии их неизменяемости. Но фактически они очень слабые в открытых системах сейчас. Есть определенные работы. Наверное, самое интересное – это биткоин backbone протокол, которые некие гарантии иммитабилити там как бы даются, но они достаточно, в принципе, неочевидные. То есть то, что, допустим, Сатоши писал, что 50% мощностей должно быть у честных майнеров – это несколько не так. Это очень большая тема исследований. То есть, в принципе, надо понимать, что современные блокчейн-системы открытые не дают гарантии неизменности данных. Это очень плохо, конечно, потому что как мы можем использовать такие системы, не имея гарантии того, что транзакции не будут отменены. Вторая большая проблема – это масштабируемость блокчейн-систем. Это самое главное, что не дает им уже применяться, несмотря даже на какие-то вопросы по безопасности, люди бы применяли их более активно, если бы можно было слать больше транзакций в сети. Почему это возникает? Потому что существующие блокчейн-системы – это как бы полностью реплицируемые системы. Все участники сети должны иметь копию всех данных в системе. Это, конечно, крайне неэффективно, потому что система распределенная. И понятно, что это как бы некое нулевое приближение к той технологии, которая будет в дальнейшем. И третий момент, который действительно мешает нормальному применению открытого блокчейна – это нужно иметь на открытом блокчейне некую бизнес-логику выполняемую, то есть так называемые смарт-контракты. Существующие системы смарт-контрактов, то есть бизнес-логики, перенесенные на блокчейн, они крайне неэффективны. Мы имеем как бы Ethereum, там большие проблемы с масштабируемостью смарт-контрактов. Соответственно, немножко такой сделан обзорчик вопросов, который стоило бы решить, за которые можно получить грант, например. Proof-of-work, алгоритм, который в биткоине, он замечательный. Надо понимать, что, не знаю, знают ли все, что текущий биткоин-нетворк достаточно небезопасен, потому что есть майнинговые пулы, если они объединяются, то там у трех китайских пулов больше половины мощности сети. В принципе, все работает уже как бы не на техническом консенсусе, а на более таком социальном. Это как бы договоренность между пулами. И вообще Proof-of-work крайне неэффективен. Тратится электричество на него больше, чем электричество тратится за год в Ирландии. Поэтому здесь какие-то новые технологии нужны. Proof-of-stake дешев, он привязывает майнинговые мощности к балансу монет сети, к состоянию самой системы. То есть получается, что Proof-of-stake алгоритм позволяет делать то же самое, что Proof-of-work, но дешевле. Но он завязан на текущее состояние системы. Следующий майнер определяется текущим состоянием системы, которое детерминировано. Получается, что в Proof-of-stake нет той рандомизации, которая есть в Proof-of-work. Поэтому возникает целый ряд атак, которые связаны с тем, что можно предсказать последовательность майнеров и забрать себе все майнинговые мощности. Поэтому очень большая проблема с рандомизацией. Какие-то критографические решения глубокие исследуются, но они пока неэффективны. Есть Proof-of-stake Proof-of-stake протокол, но он завязан на некую критографическую схему рандомизации, которая в продакшн-системах крайне неэффективна. Это очень большая тема для исследований. И это действительно Proof-of-stake – это будущее. Бесспорно. Аналогичные схемы Proof-of-stake – это будущее облачение технологий открытых. Proof-of-work очень интересен, потому что вложены миллионы долларов в майнинговое оборудование, но рано или поздно он уйдет. И будущее за Proof-of-stake. И, соответственно, это очень большая область исследований с бюджетами, с очень интересными задачами. Смарт-контракты у нас есть. У нас есть смарт-контракты в Ethereum, которые каждая нода сети Ethereum, каждый участник должен выполнить все смарт-контракты, весь код, который находится в транзакциях в сети, чтобы просто верифицировать все входящие блоки. То есть мне не нужно выполнять чужой код, я хочу свой выполнять, но мне нужно все выполнить. Это просто приближение ноль к тому, что должно быть на самом деле. Я думаю, Саша Чепарной подробнее расскажет. Есть другие подходы, которые, в принципе, он начал развивать, по сути. Это подход, который обобщает биткоин. Это не тюринг-полные контракты, которые не требуют введения новых сущностей, потому что, допустим, вы в Ethereum имеете такую систему, когда вам нужно платить за выполнение контрактов. То есть вводится некая новая сущность, газ, за которую вы платите. И если Ethereum стоит 200 долларов, то вся эта схема рушится с точки зрения экономики. У вас есть некая тюринг-полная схема, но она перестает работать, потому что есть некие внешние факторы, которые не учтены в ней. Это факторы экономические. Можно разработать другую схему. Поэтому нет тюринг-полных контрактов, которые не требуют никакого введения никакого так называемого газа, новых объектов, которые вы платите за выполнение. И они будут тоже крайне эффективны. Базируются они на достаточно криптографических, на сложных криптографических концептах. Zero knowledge proofs. И это очень интересная тема исследований, которая только сейчас начинается. И за этим тоже мы видим очень большое направление исследований. В биткоине вы можете создать одну-две транзакции в секунду. По максимуму семь, но сейчас реально идет одна-две транзакции в секунду. Естественно, это нереально использовать в реальном мире. Это очень мало для каких-то продажных систем. Какие здесь пути решения? Есть увеличение масштабируемости. То, что в Ethereum предполагается, это шардинг, так называемый. Возможно, вы знаете это из теории баз данных. Разбиение блокчейна на какие-то кластеры. А как это делать вообще пока непонятно. Да, очень интересная тема. Наверное, это такое прямое решение проблемы масштабируемости, когда мы эту базу, как бы этот распределенный реестр разбиваем на кластеры. Но это просто такой некий концепт. Как реализовать его пока очень непонятно. Есть другие подходы, которые мы развиваем. Они происходят из биткоин-нжи. Это более эффективное использование сетевых ресурсов, по сути. То есть можно за счет того, что блоки генерации постоянно, как бы в реальном времени, можно более эффективно использовать просто сетевые ресурсы. И очень большая тема исследования – это off-chain протоколы. То есть это протоколы криптографические, которые позволяют вам заблокировать некую сумму в неком таком платежном канале. И вне блокчейна передавать ее от одного участника к другому. Потом как бы settlement уже при необходимости выполняется на блокчейне. Это так называемые lightning-нетворки. Очень интересная и глубокая тема. То есть они имеют некое ограничение, но надо понимать, что lightning-нетворк, сейчас он постепенно имплементируется в биткоине. Этот segwit, если вы слышали, позволяет его имплементировать. Он позволяет потенциально вам, в принципе, более-менее любое количество транзакций слать в сети вне блокчейна. Очень интересная тема исследований. И такой обзор остальных тем. У нас блокчейн занимает сотни и сотни гигабайт. Невозможно поставить приложение, допустим, биткоин-кошелек на мобильный телефон. Нужна схема легких кошельков, которая позволяет вам верифицировать транзакции, не быть майнером, просто верифицировать транзакции, если у вас, допустим, мобильный телефон или просто обычный компьютер, потому что вы не можете уже поставить на лэптоп биткоина клиента, потому что вам нужно скачать сотни гигабайт данных. Как это делать, не очень понятно. В Proof of Work есть решение. В Proof of Stake пока нет таких решений. Нужно тут думать. И это очень большая тема. То есть тот, кто это сделает, действительно очень серьезно продвинется вперед. И тут опять-таки надо прямо говорить, что здесь достаточно большие деньги за этим стоят. Другая очень интересная тема – это анонимизация транзакций. Блокчейн транспарентен. Но, естественно, бизнес… Анонимизация нужна не только преступникам, но и реальному бизнесу, потому что никто не хочет, чтобы все транзакции его видели. Существуют уже продакшн-системы, которые, в принципе, как-то работают. Это Monero, Dash. Но там очень слабые гарантии анонимизации. Zcash запустился. Это более такая продвинутая система, основанная уже не на старых подходах к анонимизации, которые идут из биткоина, а на новой криптографии, на Zero Knowledge. Это должно развиваться. Это очень интересное направление. Zero Knowledge Proofs – очень интересное направление, в частности, для анонимизации транзакций. Большая область исследований – это сетевые протоколы. Надо понимать, что даже биткоин – сеть не защищена от атак, так называемых eclipse-атак, когда вы окружаете одного участника сети своими нодами и изолируете его от остальной сети и, в принципе, навязываете ему свое видение текущего стейта сети. Как с этим бороться, тоже не совсем понятно. Очень большая тема – это сайдчейны. То есть, у вас есть два блокчейна. У вас есть блокчейн Ethereum и блокчейн Waves. Это реально так. Сейчас есть некий gateway, который не является trustless. То есть, есть некий gateway, который позволяет вам объекты из блокчейна Waves перегонять на блокчейн Ethereum. Как это сделать эффективно, как это сделать trustless, чтобы действительно это было криптографически безопасно, непонятно. Есть достаточно старый уже white paper про сайдчейны компании Blockstream, за которую они получили 30 миллионов финансирования, но года за три ничего не реализовали. То есть, для Proof of Work система, когда у вас есть два блокчейна, и вы можете объекты с одного блокчейна передавать на другой криптографически безопасным путем, она, в принципе, может быть реализована, но пока не реализована, как ни странно. Нет пока работающих систем. Это очень здорово, потому что у вас такой межблокчейновый протокол получается. То есть, вы на один блокчейн кладете доказательство того, что в другом блокчейне была некая транзакция. И это доказательство может быть проверено криптографическими путями некоторыми. Очень здорово, и здесь очень-очень хорошая сложная криптография применяется. Мы увидим, что очень разнообразные здесь есть области, и достаточно глубокая наука. И поскольку рынок уже 100 миллиардов, и в связи с последними событиями, тут надо говорить прямо, это будет только развиваться, я думаю, что он и триллион будет в ближайшее время. Я бы хотел, чтобы криптографы, в России в особенности, где криптография немножко развивалась, включая в таком государственном, да, то есть, она немножко посмотрела в сторону открытых систем. Там очень много сейчас энергии, очень много движения, и чего как бы скрывать большие бюджеты. То есть, это тоже немаловажно. Если вас заинтересовала эта область, да, то есть, мы организовали блокчейн-институт, сейчас будет активно развиваться, в принципе, пока как бы базируется в Москве, возможно, будет перенесен, штаб-квартира будет перенесена где-то в Европу. блокчейн-институт.io, посмотрите, там есть задачи, которые нам нужны сейчас сделать. Если вам это интересно, приходите к нам, пишите мне на почту, либо вот пишите на почту блокчейн-института. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ